Всем привет! В эфире Игромания, которая внезапно читает комментарии. И вот недавно она почитала эти самые комментарии и решила попробовать вернуть календарь игр. Ну, просто потому что когда ещё это делать, как не в 23-м году? Из-за эпидемии разработка игр буксовала. Из-за дефицита аудитория новых консолей росла медленно, поэтому релизы всё откладывали и откладывали. И вот теперь решили разом выпустить вообще всё, что накопилось. И хотя лет 20 назад такое количество блокбастеров было нормой вообще-то, сегодня сошедшая на нас лавина игр кажется настоящим безумием. Впрочем, в мае это игровое безумие возьмёт небольшую передышку, потому что больших релизов запланировали не так много, а потом ещё и отряд самоубийц перенесли на будущий год. И всё же без игр в этом году остаться, ну, просто нереально. Поэтому давайте смотреть, какие сюрпризы приготовили для нас разработчики. 2 мая выходит вампирский экшен Redfall. Научная корпорация нашла секрет бессмертия, и её начальство превратило себя в вампиров. И теперь людям необходимо уничтожить их штаб-квартиру, прежде чем они захватят власть над всей планетой. Звучит круто, но есть шанс, что игра станет очередным коммерческим провалом студии Arkane. Сначала они запугали игроков рассказами о постоянном онлайне и кооперативе, а потом долго пытались загладить это впечатление, уверяя, что игра сюжетная, играть можно в одиночку, а обязательный онлайн они потом вырежут. Но похоже, что Redfall до сих пор воспринимают как бюджетную игру сервиса, а не как новый блокбастер Bethesda. И очень зря. Команда Харви Смита, создатели серии Dishonored, являются одной из самых талантливых в индустрии, и они способны преподнести всем большой сюрприз. В этот же день, 2 мая, выйдет глобальная пошаговая стратегия Age of Wonders 4. Журналисты уже поставили игре первые оценки, и они оказались просто восторженными. В среднем у игры 8,5 баллов из 10. Пишут, что разработчики создали одну из лучших ролевых стратегий за последние годы, с практически бесконечной реиграбельностью. Претензии же в основном к оптимизации, не слишком удобному интерфейсу и проблемам с искусственным интеллектом. И все же журналисты уверены, что проект порадует как новичков, так и старых фанатов серии, и вполне сможет побороться за звание игры года в жанре стратегий. Ну что же, неожиданное, но очень приятное пополнение в списке крутых релизов месяца. 8 мая выходит пошаговая тактика Darkest Dungeon 2. Она уже два года находится в раннем доступе магазина Epic Games. И все эти два года фанаты Стима ругают ее за эксклюзивность, а хардкорные ветераны за то, что студия решила оказуалить игру и сделать ее более доступной для новичков. Поэтому разработчикам придется очень постараться, чтобы ее тепло приняли на релизе. И все же, несмотря на все проблемы, проект остается одной из самых ожидаемых инди-игр года. 12 мая состоится релиз ролевой игры The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ее главная идея — взять свободу крафта из песочниц типа Garry's Mod и добавить ее в суперкрутой сюжетный блокбастер. Здесь можно делать все из всего, поэтому даже старые, циничные и повидавшие все игроки смогут ненадолго превратиться в детишек, экспериментируя и познавая правила окружающего мира. В России мало фанатов Nintendo, поэтому у нас нет особого хайпа, но вообще-то новая Zelda — это не просто самый крупный релиз месяца, но, возможно, самый крупный релиз года. Единственным конкурентом в плане продаж может выступить разве что Diablo 4, да и то лишь потому, что выйдет на множестве платформ вместо одной. Предыдущая Zelda в 2017 году совершила революцию в игровой индустрии и вызвала появление огромного количества клонов. И сиквел имеет все шансы повторить этот успех. В 2010 году хоррор Амнезия стал суперхитом, получив в Стиме 95% положительных отзывов. Но, увы, остальные игры серии фанаты приняли гораздо хуже. И, наконец, студия поняла, что старые фишки уже не работают, и надо предложить игрогам что-то совсем другое. Действие новой Амнезии развернется в гигантском бункере времен Первой мировой. Причем бункер сделан в виде открытого мира. Иди куда хочешь, делай что угодно, а затем пытайся справиться с последствиями своих решений. Также будет крафт, поиск ресурсов, а окружение обещают сделать более интерактивным. Да, звучит уже не как хоррор, а скорее как симулятор выживания. Ну, а что получится, на самом деле, узнаем 16 мая. В этот же день, 16 мая, выйдет один из самых интересных инди-релизов года. Головоломка Humanity — это развитие идей культовых леммингов, вышедших более 30 лет назад. Игроку все так же нужно помочь толпе максимально тупых болванчиков добраться до своей цели живыми и здоровыми, хотя они всеми силами будут пытаться помереть. Но правила в Humanity станут гораздо сложнее. Например, кроме дружественной толпы, появится и враждебное, и они смогут взаимодействовать друг с другом, устраивая порой целые побоища. Если кто не любит игры серии LEGO, ну, не знаю, ему же хуже, потому что эти несерьезные на первый взгляд игрушки часто преподносят приятные сюрпризы в плане геймплея и сюжета. Ну, а гоночный экшен LEGO 2K Drive и вовсе можно считать полноценным блокбастером с открытым миром. Его авторы постарались собрать все лучшее из Forza Horizon, Burnout Paradise и Mario Kart, но при этом добавили много нового. Игрокам здесь нужно собирать транспортные средства самому, причем не одно, а сразу три — гоночный автомобиль, лодку и вездеход. А кроме банальных гонок, игра предложит полноценную сюжетку и кучу самых разных режимов и мини-игр. В общем, если мультяшная графика вас серьезно напрягает, есть риск пропустить один из самых прикольных релизов этого года, который состоится уже 19 мая. А 25 мая выходит стелс-экшен Lord of the Rings Gollum. В роли Голлума мы совершим путешествие по Средиземью, побываем в рабстве Темной Башни, поживем среди эльфов Лихолесья и узнаем много нового о вселенной «Властелина колец». Разработчики специально консультировались с экспертами по книгам Толкиена, чтобы не выйти за пределы канона. Кстати, недавно случился чуть ли не скандал, когда в минимальных требованиях игра начала требовать GeForce 3060. К счастью, оказалось, что это ошибка. Для 30 кадров в секунду и низких настроек хватит GeForce 1060. Так что владельцы таких калькуляторов могут спокойно выдохнуть. Фух. 30 мая ждем ремейк культовой System Shock, ставшей одной из родоначальниц нового жанра иммерсив симов. Разработчики достаточно точно повторяют оригинал, хотя отступления, конечно, будут. Как в геймплее, так и в сюжете. И, честно сказать, сложно предсказать, будет ли игра успешной. С одной стороны, проект достаточно бюджетный. С другой, разработчики прямо очень амбициозные и отказались выпускать недоделанную игру. Из-за чего релиз задержался аж на целых 6 лет. Зато демки и превью вышли прям очень оптимистичные. И напоследок стоит отметить несколько менее распиаренных и более нишевых, но все же довольно интересных релизов. 18 мая выходит веселый постапокалипсис I'm Future. Его разработчики решили, что раз все умерли, то и опасностей никаких не осталось. А значит, выжившим можно расслабиться и наслаждаться жизнью без забот и тревог. 23 мая выходит Miasma Chronicles. Новый проект от разработчиков пошаговой стратегии Mutant Year Zero. На этот раз они решили сделать более массовый проект, поэтому нас ждет адвенчура про постапокалипсис с исследованием мира в реальном времени. Правда, сражения тут все равно пошаговые. В этот же день, 23 мая, выйдет еще одна адвенчура After Us. И снова про постапокалипсис. Люди уничтожили Землю, поэтому мы будем играть за дух жизни Гею, которая путешествует по опустевшей планете и пытается спасти души умерших животных, попутно узнавая историю конца этого мира. И еще 25 мая состоится релиз забавной менеджмент стратегии Dinopunk от российских разработчиков. В роли последнего тираннозавра на Земле мы работаем в ремонтной мастерской, а в свободное время пытаемся создать машину времени, чтобы вернуться в прошлое и найти свою любовь. Не знаю, как вам, а нам уже хочется в это поиграть. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на канал и готовьтесь ударно отдохнуть на выходных, чтобы уже во вторник со свежими силами снова посмотреть нашу подборку самых классных игровых новостей. А на сегодня это все, до новых встреч и, конечно же, играйте только в лучшее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok